Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня главные геополитические темы, в контексте которых находится Украина, со мной будет обсуждать офицер военно-морских сил США в отставке Гарри Тапах. Гарри, рада вас приветствовать. Также спасибо, также спасибо. Гарри, спасибо, что уделяете время, присоединяетесь к нашим эфирам. Гарри сейчас находится в Украине, путешествует по Украине, насколько я понимаю. Спасибо вам за поддержку. Я предлагаю нам наше интервью начать с обсуждения послания Владимира Путина к Федеральному собранию и прокомментировать несколько его заявлений, которые я выделила для нас. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Западные лидеры тянули время и занимались крюкотворчеством. За нашей спиной готовились совсем другой сценарий. Мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие. Получается, что все в то время, когда пылал Донбасс, Запад играл крапленными картами. Понятие чести, доверия, порядочности – это не для них. Это Путин рассказал, заявил о Западе. В современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и остальные. С зонтиком решили прикрыться от нас. Это Путин о действиях по расширению НАТО. Также Путин заявлял о том, что вся планета утыкана американскими базами. Много о массах этих заявлений пишет о том. Он говорит о том, что спецоперация началась для защиты Российской Федерации, для ликвидации нацистской угрозы. По его словам, Россия шаг за шагом последовательно будет решать стоящие передние задачи. Обвиняет Запад, что они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Мы не воюем с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну. И он также заявил, что чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ. Масса этих заявлений, Гарри. Если вернуться год назад, когда Путин начал полномасштабное вторжение, то главным его посылом это деноцификация, денорусификация. Что поменялось за год и почему он настолько изменил свою риторику? Ну, во-первых, одно не поменялось. Меня очень изумляет, я вообще обожаю, когда КГБшники говорят о чести, о доблести. Ну, правда, вот человек, кто в КГБ шел служить, там, в 70-е, 80-е годы, потому что он был человек чести, доблести, да, это террористы. Террористы, они говорят, террорист говорит о чести и доблести. Знаете, когда эти КГБшники начинают об этом говорить, я просто, не знаю, я начинаю чесаться во всех неприличных местах. Но, а что он еще может сказать, понимаете? Да, год прошел, все, что должно было быть сделано, все, что он обещал, не получилось. Не получилось, не получилось, а теперь, ну, что он может сказать? А что он говорил все 20 лет, что он у власти, одно и то же. Понимаете? Я всегда даже так думал, или нас учили, что у КГБшников там есть фантазия, там, чувство юмора. Так есть, да никакой фантазии, никакого даже юмора нет, тупой. Вот он тупо одно и то же говорит 20 лет. А сейчас он тупо говорит на нас, на... Он говорит то, что говорили, если мы бы не вошли в Афганистан, то завтра бы там было НАТО. Если бы не вошли в Крыму, то завтра бы там было НАТО. Если бы мы сейчас начали войну с Украиной, то сейчас бы там было НАТО. А вот так бы НАТО остановили, сейчас, значит, не будет тут НАТО. Ну и вот это одно и то же, он говорит. Послушайте, и речь эту можно было списать у Гитлера. Помните, где Гитлер так стоит и обращается эмоционально к нам? Он говорит там, я хочу остановить войну, я не хочу войны. Но меня эти там евреи, мировой заговор еврейский, толкают на войну, поэтому мне надо идти и защищать немецкоговорящие нашу кровь там, защищать наши, иначе у нас мы все будем монголоиды. Вот что он говорит. У этого даже ничего нового они не смогли придумать. Хоть что-нибудь новое придумали. А то то же самое. Он остановил войну, иначе бы было НАТО на Красной площади. Сейчас вы посмотрите на Тверскую улицу, там нет НАТОвцев. Вот это он предотвратил. Он предотвратил НАТО таким образом. Вот это он объясняет своему крепостным своим, что барин у них оставил, иначе бы у них другой был барин, который бы был хуже. Это было бы НАТО сейчас на Красной площади. Вот этим он бы остановил. Ну, пришлось, конечно, украинский народ привести в жертву, в жертвоприношение. Ну, таким образом он спас наш русский народ. Ну, вот, Диан, честное слово. Никакой фантазии. Одно и то же. Я мог вчера сказать, что он скажет. Да не только я. Я думаю, что человек, у которого мозгов больше, чем убил, мог предсказать, что он скажет. Он скажет, что он остановил войну, что он остановил захват родной России от НАТОвцев, что ядерное оружие было, что угроза была, что он это все сделал. Ездили по всему миру, дети учились за границей, все они отдыхали, все включено в Турцию, в Египте, везде. Любовницы рожали в Майами. Все было. С компьютера, машины, зубные щетки из Китая. Теперь, чего им не хватит? Нет, пошли в войну. НАТО их испугало. НАТО круто. Жили, не тушили, да? Вот что значит власть, чтобы удержаться у власти. И воровство, воровство. Все разворовали, на них дождь лился 30 лет. Из нефти и газа. Посмотрите на Саудовскую Аравию, на Эмираты, где это то же самое было. И на них. Все разворовали, а теперь ничего не изменилось. Понимаете, ничего не изменилось. Декабристы, восстание декабрирует. Потому что песни полковую кассу спер. И он решил восстание устроить. Освободить народ. И за ним эти крепостные пошли. То же самое. Все разворовали. Отвечать некому, кто будет за это отвечать, за все. Народ все равно нищий. Ну, надо воевать с врагом. НАТО нас сейчас захватит. Там в деревнях люди дрова в кредит берут. А не НАТО боятся все. Все НАТО сейчас у них отнимет дрова. Гарри, вы сказали о том, что вы еще вчера могли предугадать, что именно будет говорить Путин. Можете ли вы предугадать, что сегодня будет говорить Байден? Он будет обращаться с промовой перед польским народом, к русскому народу. Сегодня по киевскому времени 18.30. Многие говорят о том, что это будет определенный сигнал и последний сигнал для Путина. Вот вы как считаете? Ну, последний, не последний я не знаю, потому что я думаю, что они еще в 2014 году снюкались, даже в 2008 году. И у них просто не шло по плану. И теперь Байден... Ну, я думаю, что Байден не будет говорить. Я думаю, что Байден будет читать, как дорогой, как он это сделал в Киеве, как дорогой Леонид Ильич Байден будет читать. Но, в принципе, не только я, конечно же, предугадал, что Путин скажет вчера, я говорю, что любой человек, который слушал последние 20 лет, что он говорит, говорил одно и то же. Что мы будем, мы сделаем, мы идем вперед, но кругом враги. Враги с каждым годом увеличивались и увеличились, потому что ни черта не делалось. А я думаю, что Байден скажет то же самое. Опять же, эти политики, они сильно не отличаются друг от друга. Просто он скажет, что мы с Украиной до конца, что мы с Украиной вместе, что мы восхищаемся ей, что мы все сделаем, чтобы Украина устояла. Слово «победа» не будет использовано, еще ни разу я не слышал ни от кого от администрации Байдена, чтобы они сказали «победа Украине», мы за победу Украины. Мы говорим, чтобы Украина победила и разбила врага в дресс. Никто этого не сказал. Думаю, что тут опять он не скажет это. И он будет обращаться, рассказывать ценности демократического мира, ценности свободного мира. Ну, то, что он представляет себе в этом отношении. Ну, и будет восхищаться героическим украинским народом. Что бы я предпочел? Чтобы он сказал точно, сколько оружия и когда дадут. В своем обращении в Украине он сказал, что я, никто другой, с кем я общаюсь, не понял, о каком оружии он говорит. Он сказал о 700 танках, о 1000 бронетранспортеров или бронетехники, о 1000 гаубиц. Говорит об американском оружии и полмиллиарда долларов еще отвалят. Что у нас не очень популярно сегодня, потому что у нас самих рецессия и еще полмиллиарда. А куда они пойдут и на что люди не могут понять. И требует отчета за деньги, чтобы рассказали им это идет. На школы, на зарплаты, на беженцев, на оружие, куда что идет. И откуда это оружие, о котором он говорит? Он говорит об оружии американском. 700 танков. Или он говорит в целом, в общем, все страны, которые помогают. Вот это неясности. Я бы, конечно, хотел, чтобы он говорил не общими словами. «Хлеб к крестьянам, заводы рабочим». А говорил точные цифры, или говорил, мы на следующем месяце, в марте, доставим столько-то танков. Столько-то оружия. Германия столько-то. Евросоюз столько-то. Сколько мы дадим точно и когда. Когда оно получится. И таким образом показать, что мы серьезно относимся. Явно уже... Я не знаю, кому это еще не явно. Что Путин другого языка не понимает. Вообще русские другого языка не понимают. Вот сказали им, что Байден прилетает в Киев, приедет в Киев 20-го числа. Кстати, я думаю, он ко мне на день рождения приехал, если честно. У вас вчера был день рождения, Гарри? Сегодня. Гарри, Боже мой, я искренне вас поздравляю. Спасибо, что в такой праздничный для вас день вы присоединились к эфиру. Здоровья, мира вам и мирного неба над головой. Да, чтобы Украина процветала и жила, и мир в этом углу. Я рад, что я с Украиной. Поэтому они уже все понимают, что он другого языка не понимает. Вот сообщили ему, сказали, что будет президент Соединенных Штатов Америки в Украине. И это пощечина ему, это явно пощечина. Потому что этого никогда не было. Я еще 19 февраля говорил, нет, он не может приехать. Ему наш секрет сервис не позволит. В истории такого не было, чтобы наш президент приехал в воюющую страну, где нету наших войск, где мы не контролируем небо. Такого не было никогда, насколько я знаю. Некоторые сравнивают это с тем, что Рузвельт прилетел в 1941 году в Великобританию. Но это не одно и то же, потому что немецких войск на острове не было, и небо все-таки контролировалось авиацией в Великобритании и США. Но так что это, конечно, беспрецедентно. Я не знаю, может, у нас критика разная сейчас в США идет по этому поводу. Источники указывают на то, что за неделю до того, как планировался визит, администрация Белого дома согласовала с администрацией Российской Федерации все моменты, чтобы не было обострения двух ядерных держав, и чтобы все прошло безопасно. Согласовала, не согласовала, я не знаю. Но я знаю, что мы предупреждаем, говорим и сообщаем, что наш президент будет там, так что будьте осторожны, чтобы ничего не было. Я думаю, что, может быть, и согласовали, но я надеюсь, что просто его уведомили и сказали, молчи тихо и сиди. И, в принципе, вчера было тихо, и пока что сегодня, на мое день рождения, тоже не устроили никакого салюта. Но вот этот язык он понимает. И все, он заткнулся, и ничего не произошло. Поэтому, когда говорят, боятся эскалации, боятся, как только они говорят, что они боятся эскалации или не хотят эскалации, это дает ему почву, это дает ему питание. А когда турки сбивают его с самолетами, когда мы убиваем 500-го вагнеровцев, никакой эскалации нет, он сразу замолкает, он сразу оттягивает назад. Это такая честь и благородство КГБшников. Когда им дадут в пятак, они сразу прячутся. Они трусы, он же трус по своей натуре. И все его окружение, они малодушные. Они могут только вот бомбить гражданское население, на это у них хватает смелости. Они даже на поле боя не могут выйти на... Они только могут забрасывать вот этими молодыми телами, а вести какой-то настоящий бой. У них нет ни таланта, ни чести, ни доблести. Они могут только уничтожать гражданское население террористическими актами. Вы, приехав в Украину, видели это, как никто другой теперь это понимаете. Да, спасибо, это точно. Синэн пишет, что Китай и Россия близки как никогда. И на этом фоне между США и КНР начинается обострение геополитических разногласий. Издание обращает свое внимание на синхронность визитов Байдена в Киеве, главы китайской дипломатии Иван Ив Москву. Их прямая цитата. Китай и Россия близки как никогда с тех пор, как их лидеры объявили о безграничной дружбе год назад. Отчасти за их общей враждебности к Соединенным Штатам, говорится в статье. Мирные инициативы Китая по Украине, скорее всего, вносятся, чтобы вбить клин между Европой и США. Вместе с предложением о прекращении войны Пекин ведет критику США, которая намеренно затягивает войну для продвижения собственных геополитических интересов и увеличения прибыли своих производителей оружия. Гарри, как вы считаете, что сейчас происходит между США, между Китаем и между Америкой? И зачем Китай сейчас хочет занять посредническую миссию в войне в Украине, предлагая свой мирный план по урегулированию ситуации в Российско-Украинской войне? Все супердержавы хотят это сделать. Они хотят показать, что они могут урегулировать конфликты и так далее. Но насчет того, что Китай и Россия сближаются, это супер. Опять же, я не дипломат, я не китаист. Но из моей истории я помню дружбу между Советским Союзом, братскую, и Китаем, Мао Цзэдуном и Сталином, как они в засос целовали. Супер. Потом чуть-чуть ядерной войны между ними не было. Но поэтому это дело такое, как... Это дружба, китайская дружба, она китайская дружба. Как только Китай с тобой начинает дружить, ты становишься китайцем постепенно. И в России это происходит до Урала, да. Они там потихонечку становятся китайцами. То, что Китай сильная держава, это безусловно, что она набрала много силы. То, что она видит, что на Западе, возглавляя Соединенными Штатами Америки, слабые лидеры, которые не могут принять... Слушайте, китайский разведывательный шар летал над нами 7 дней, они никак не могли принять решение, что с ним делать. У нас закон издан после 11 сентября, чтобы все сбивать, что мы не можем, что мы не понимаем, что... Даже гражданский самолет, если он не слушается и не... То истребитель его может сбить, даже должен сбить. А тут 7 дней он летает, и уже они поняли, что он летал над всеми нашими ядерными объектами. Это был шпионский шар. Теперь у нас сбивают все подряд, и сбили какой-то детский шар, который дети купили, или кто-то там купил, ребята купили за 18 долларов в магазине, так взлетел F-35, и ракета его сбил за миллион долларов. Это показывает исход из Афганистана. Все это Китай наблюдает, что у нас слабые лидеры. Сегодня в Америке, я вам скажу, у нас недовольство. Ну, как обычно, люди злятся не на тех, на кого надо злиться. Когда-то... Мне один генерал советский показал письмо от рабочего в 1953 году, когда Сталин умер, и евреев не отослали. Они уже все поделили, все еврейское, это дело врачей. И он пишет, вы подготовили всех людей, нельзя так-то с людьми обращаться. Все, все равно, виноваты, не виноваты евреи, отправляйте их всех, беребезжат. Он злился на евреев, не на Сталина, а на евреев. То же самое, когда евреи вернулись после Второй мировой войны в Польшу, и другими стали требовать своих детей обратно, свои квартиры обратно. Люди злились не на Гитлера, а на них, что они выжили и вернулись. И тут у нас такая же примерно ситуация, что у нас в Америке произошла трагедия, произошла катастрофа в Ахайо. Поезд, что-то там случилось и отравило огромную территорию, какое-то химическое отравление. И много людей пострадало. И, опять же, непонятно что-то. Глава транспорта, министр транспорта Будда Джач, который тоже когда-то хотел избираться в президенты, он такой у нас нетрадиционной ориентации, не появился там. И Байден там не появился, но Байден приехал в Украину. А американцы говорят, подождите, он чей президент, наш или украинский, чего он поехал в Украину, он должен был к нам приехать. У нас здесь катастрофа произошла. Понимаете, я понимаю, что и вам, и мне, и нашему всему окружению ничего главнее Украины сегодня этой войны нет. Но среднему американцу в Ахайо, в городе, который называется Восточная Палестина, почему-то с Палестиной нам не везет, им ближе их река, которую отравили вода, их дети, которые сейчас чешутся, и что-то непонятное с ними произошло. Им дали по 200 долларов за то, что они не понимают, они заражены там все или нет. А Украине он объявляет полмиллиарда еще и еще. Конечно же, это большая критика идет. Но как вы думаете, кто туда приехал? Байден? Президент Трамп. Он туда приехал, он покажет. Вот я ваш президент. И это, конечно же, сразу разыгрывается как политические, опять же, разыгрывает Украину, гнищает этих людей своих политических амбиций. Вот почему я политиков не очень люблю. Они сразу же используют любой момент. Конечно же, я считаю, что это огромный такой шлепок в нос Путину, что приехал президент Соединенных Штатов Америки. И это показывает, какой бы он там слабый не был, какой бы он старый не был, Америка все равно Америка. Мы все равно мощь, мы все равно держава. И мы все равно будем делать, что правильно. Медленно, немедленно. Ну, конечно же, тоже это не секрет. И китайцы это видят, что эту войну затягивают. Затягивают и все равно принуждают Украину сесть за стол переговоров. И генерал Милый вдруг вышел и сказал, что надо. И господин Салван сказал, что победы не будет. С одной стороны. А с другой стороны, президент приезжает и говорит, мы с Украиной, мы дадим все, что необходимо. Вот не поймешь, кто чего говорит и кто чего делает. Наверное, надо все-таки... И, конечно же, в Украине то же самое. Какие-то говорят, нет, нам ленд-лист не нужен, у нас все есть, все идет, ну, медленно, но идет. Ленд-лист не нужен, нам нужны только деньги. А президент и командующий войсками генерал-залужник говорят, нет, нам нужно оружие. Нам нужно больше оружия. Ездят по другим странам, говорят, нам нужно наступательное оружие. Вы тоже. Одни говорят одно, другие говорят другое. Это, конечно же, люди сами заходят в непонятку, кто чего говорит. Наверное, надо возвращаться к Тори и говорить, смотри, что... Как не что говорят, а что делают. Гарри, понимаем, что в Америке уже начинается предвыборная кампания, предвыборная гонка. Трамп обещал в течение суток прекратить войну в Украине, если снова станет президентом США. Его примает стата, с вашего позволения. Я позвоню двум людям, Путину и Зеленскому. Я скажу им, нам нужно встретиться. Я гарантирую, что смогу решить этот вопрос. Мы заключим соглашение в течение 24 часов. Это хайп или это действительно возможности, которые может свершить господин Трамп. Вы знаете, звучит как хайп. И сейчас меня начнут обвинять в трампизме, хотя непонятно, кто такие трамписты, но неважно. Смотрите, очень часто то, что он говорил, люди, включая меня, думали, он сумасшедший. Что он несет? Например, когда он сказал, что за ним следит наша ФБР, подслушивает. Я, например, подумал, это в самом начале, когда он был в избирательной кампании. Говорит, они не имеют права это нарушение закона. Теперь выясняется, что это было. Когда он сказал, что он вернет тела наших военных из Северной Кореи, Северная Корея прекратит всякие испытания. И все подумали, ага, никто из президентов не смог вернуть тела наших солдат. А он вернул, не дав ни одной риси. Когда он сказал, что он сделает мир между арабами и израильтянами. Никто, ну какие арабы и израильтянами, какой мир. Сделал, они, сделал мир и перенес наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим. То, что все президенты обещали, но не сделали, а он сделал. Ну и многие другие. Когда он сказал, что нашу экономику поднимет на 4%, еще тогда президент Обама сказал, что у него есть волшебная палочка, что он сделал, больше 2% не получится. Он сделал, у него получилось с Ираном, что они будут сидеть тихо, что Путин будет сидеть тихо. Но он, опять же, вы немножко выдернулись контекстом. Он еще сказал, что у нас есть, у нас есть оружие, которое мы можем это совершить за 24 часа. Что он имел в виду? Никто не знает. Но то, что он умеет угрозами и шантажом, как и в бизнесе и в политике действовать, показывает, что все, что... Например, он сказал, помните, над ним все смеялись, что он построит стенку между Мексикой и Соединенными Штатами, и Мексика за это заплатит. И все говорят, как это так? А получилось, когда он сделал trade agreements с Мексикой, что получилось, что Мексика и оплачивала это. Он иногда говорит такими вещами, когда начинают переводить одноклеточные люди, они переводят это дословно. Но у него есть... Он же не говорит, каким образом он это сделает. Он говорит, я за 24 часа это сделаю. Я не думаю, что у него будет такой шанс, к сожалению. Я не думаю, что у него есть большие шансы стать президентом. Но, опять же, у нас в стране это никогда не известно. Как вы знаете, в России они знают, кто будет президент до выборов. В Америке мы знаем, кто будет президент во время выборов. Мы уже видим, кто будет во время выборов. А в Израиле не знают, кто президент и после выборов. Они еще продолжают спорить. Поэтому то, что он сказал, звучит как хайп. Но если посмотреть то, что он говорил и что происходило, за что его пол Америки любят или за него стараются, это для того, что... Потому что то, что он говорил, он делал. Даже как бы это сумасшедшее не звучало. Даже с 2% он поднял нашу экономику на 4%. Я говорю, что у него, волшебная палочка, что ли, есть? Нет у него волшебной палочки. Ну и так далее, и так далее. Было несколько. Я сейчас... Когда второй флот вел обратно в скрой против России, когда наши стратегические самолеты летали над Украиной, все говорили, он хочет начать Третью мировую войну. Нет, все сидели тихо. Гарри, спасибо. Спасибо вам за ваш анализ. Еще раз поздравляю вас с днем рождения. Спасибо большое. Чтобы было в вашей жизни как можно больше моментов, которые вызывали улыбку на вашем лице. Спасибо, что присоединяетесь к каналу Политбюро. Желаю вам хорошей и приятной поездки. Спасибо, что вы с Украиной. Говорю вам до новой встречи. Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке, был с нами. Берегите себя и до скорой встречи.